Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня в тайских штучках я хочу рассказать вам вот о таком средстве. Название у него достаточно интересное и говорящее. Это банал балм, что в переводе является собой банальный, обычный бальзам. Но свойства у этого бальзама не совсем обычные. Это уж не такой избитый элементарный бальзам-анальдетик, а вполне себе замечательная мазь для того, чтобы привести мышцы, связки в хорошее состояние. Причем сделать это достаточно быстро. Что представляет собой данный крем или мазь, как угодно, или бальзам? В Таиланде обычно это называется бальзамами. Это средство не только быстро и мягко снимает боль, но и выводит молочную тислоту, скапливающуюся в мышечных тканях при выполнении интенсивных нагрузок. Также оно расслабляет мышцы. Комплекс активных компонентов банал балма эффективно справляется с отечностью, болями при варикозном расширении вен, при тромбофлейбите, а также с тяжестью в ногах. Также этот бальзам можно успешно использовать при мышечных болях любого происхождения, особенно после перенапряжения мышц, так как он обладает расслабляющим, успокаивающим и обезболивающим эффектом. Для того, чтобы суставы были более подвижны, его можно использовать, применять на те места, которые у вас вызывают либо проблемы, либо какие-то затруднения. Благодаря активным ингредиентам вы получите охлаждающее, обезболивающее ощущение, которое очень быстро снимает болевой синдром. Также его можно использовать при растяжениях. Спортсменам этот бальзам можно наносить на все тело, на ноги, руки, плечи, на спину в виде легкого массажа, как до, так и после тренировки, таких как бег, бокс, особенно тайский бокс, там это более всего распространено, силовая борьба или любого вида растяжки. То, что фитнес называется, вот только боюсь ошибиться, пилатес, пилотес, не знаю, как это правильно, заглядывала в словарь, но не обратила внимания на удаление. Что входит в состав этого бальзама? Вот здесь на тайском языке это перечислено. На самом бальзаме это тоже указано. На английском языке, на латинском здесь по названиям, здесь это тоже есть. В состав его входит метилсалицилат, ментол, эвкалипт, эвкалиптовое масло и эвдинол. То есть те натуральные вещества, которые очень быстро помогут справиться с болью. Какие тактильные ощущения после использования бальзама? На теле он проявляет себя сначала слегка согревающе, затем легким таким охлаждающим. Как пишут, он голубого цвета, на самом деле это не так. Это такой вот легкий-мягкий кремом, это конечно тоже не назовешь, потому что консистенция гораздо более, какая она, легкая что ли по сравнению с кремом. Это на самом деле нечто между кремом и делем с приятным ментоловым ароматом, не противным. Но эвкалиптовый аромат здесь также присутствует. Запах появляется сразу после нанесения данного геля на тело. Имеет приятный мятный запах специфический для подобного рода, да и вообще собственно для всей тайской продукции, связанной с нанесением на тело. Но этот аромат не противный, а успокаивающий. Крем этот выпускается в тубах алюминиевых, вот таких по 100 грамм. В других упаковках мы его не видели ни разу. На упаковке вот такой перечень разных видов спорта. Ну, естественно, не только спортсменам, которые занимаются этими единоборствами, какими-то беговыми или любыми другими видами спорта, либо фитнесом. Абсолютно все люди могут его успешно пользоваться, особенно те, у кого вот есть вышеуказанные показания. Растяжение, вывихи, суставные мышечные боли, то есть это все спокойно можно использовать. Применяется он от 1 до 4 раз в сутки легкими массажными движениями на ушибы, вывихи или места растяжений. То есть то, что вас беспокоит более всего. Противопоказаниями для использования данного препарата являются беременность, детский возраст, индивидуальная непереносимость. Также необходимо избегать контакта с глазами и другими слизистыми оболочками, только для нарушенного применения. Никоим образом не допускать, чтобы средство попало в глаза, иначе нужно будет очень долго и тщательно промывать. Ну, а также не наносить на свежепораженные участки кожи, такие как раны, ссадины, ожоги какие-то, потому что все это вызовет дополнительные неприятные ощущения. А так, средство очень хорошее. Сегодня вот я его специально принесла, он у меня не в квартире, в доме находился. Попался на глаза, знала, что видео нужно снять, и решила прихватить то, чем мы достаточно активно пользовались в летнее-осеннее время. Поэтому бальзам, как вы видите, у меня в рабочем состоянии, в используемом. Тратится его не очень большое количество, а эффект более чем положительный. Так что желаю вам приятного знакомства с данным банальным бальзамом, который вызовет у вас и принесет только положительные эмоции, только хорошую деятельность, действие положительное окажет. Ну и всего вам самого-самого доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...